Вперед к звездам! Фантастические мечты скоро станут реальностью. И не только для космонавтов. Побывать в невесомости смогут все, кто сможет оплачить недешевое путешествие. Американская компания Virgin Galactic тестирует суборбитальный корабль, способный подняться на высоту 100 километров. Авиационные власти США выдали производителям ноу-хау-лицензию на испытания. Кораблем управляют два пилота и вмещают он еще шесть человек. На скорости, превышавшей звуковой барьер в три с половиной раза, пассажиры окажутся в невесомости на несколько минут. Но в путешествии есть свои риски. В октябре 2014 года во время испытаний разбился первый космический аппарат. Один пилот погиб, другой пострадал. Причиной катастрофы, по мнению следователей, стал человеческий фактор. Тем не менее, 700 человек уже приобрели билеты по цене 250 тысяч долларов. Если инновационную технику признают безопасной, коммерческие рейсы могут начаться в 2017 году. А вот согласились бы на такой полет казахстанцы, мы спросили у наших граждан. Если хочешь увидеть Землю, то есть проблемы. Космос это что-то неизведанное, где можно, хотелось бы побывать, наверное, посмотреть все-таки. Ну, для этого нужны физические данные, хорошая подготовка и все дела. Но, мне кажется, такой раз в жизни выдается полететь в космос. Да, я об этом мечтал. Хотел быть космонавтом в детстве.